И сегодня мы поговорим об итальянской кухне и итальянских семейных традициях. У меня в гостях бизнесмен, человек, который не просто знает о фруктах, он знает, как их выращивать и как за ними ухаживать. От этого и любовь у него, наверное, к этим плодам другая, наверное, глубже. Я очень люблю разговаривать с такими людьми, увлеченными, любящими и знающими толк в еде. Паула Пини, бизнесмен. Давно ли вы занимаетесь выращиванием фруктов? Я начал этим заниматься 5 лет назад со своим свеком. Его семья в этом бизнесе с 1890 года. Это один из старейших питомников в Италии. Используете ли вы фрукты с ваших садов для десертов или другой еды в домашней кулинарии? Да, конечно. В основном для десертов. Штрудель с яблоками или персиками. Но также мы используем для основных блюд. Например, это потрясающий рис с персиками. Сегодня итальянская кухня считается одной из самых популярных в мире. Какое ваше любимое блюдо? Мое любимое блюдо – это капеллачи. Это большая тартеллини с тыквой внутри. Италия знаменита своими десертами. Только представить себе панакоту или тирамису. А какой ваш любимый десерт? Я люблю маскарпоне. Поэтому мой любимый десерт готовится с сыром маскарпоне, который смешивают с яйцами и сахаром. Потрясающе! Какое блюдо является любимым в вашей семье? Мы все ждем десерт – штрудель с яблоками и, конечно же, с итальянским кофе – эспрессо. Перед беседой с Паулу я думала, что сегодня расскажу о чисто традиционных итальянских десертах. Очень неожиданно услышала о яблочном штруделе и той значимости, которую Паулу придал этому десерту. Яблоки из семейного сада, любимое блюдо семьи. Это заставило меня немного изменить сегодняшнюю тему, вернее, повернуть ее в сторону северных регионов Италии, откуда мой гость, а именно Южный Тироль. Археологические раскопки показывают, что люди жили на этих территориях еще в каменном веке. Будучи стратегически выгодной местностью, провинция в разные периоды была частью Римской империи, местом поселения племен варваров, управлялась Францией, была разделяема на отдельные области, пока в конце концов не попала в руки к тирольским графам, взявшим под контроль целиком все ближайшие земли. Следующим сложным этапом в истории Южного Тироля стал долго тянувшийся своего рода имущественный конфликт между баварскими Вительсбахами и австрийскими Габсбургами, претендовавшим на власть в здешних местах. Габсбурги оказались сильнее, и в XIX веке Южный Тироль стал частью Австро-Венгрии. Однако уже после окончания Первой мировой войны, в которой австрийцы потерпели поражение, земли отошли к Италии. Южный Тироль всегда славился своими знаменитыми яблочными садами. В мае весь регион будто накрывает легкая розовая дымка, а в воздухе парит нежнейший аромат. На севере Италии хрупкое дерево яблони считают главной кормилицей, а традиции его выращивания передаются из поколения в поколение. Главные десерты здесь – сладкие блюда из яблок. Южный Тироль граничит с Австрией, поэтому в кухне этого региона сильно австрийское влияние. Типичный пример – штрудель с яблоками. За яблоками я отправилась в местные сады, где сейчас идет сбор урожая. И яблоки именно сейчас осенью очень ароматны. Мне представилась возможность нарвать их для яблочного штруделя, который мы с вами сегодня приготовим для семейного обеда. Пожалуй, ни у одного из фруктов нет такой богатой мифологической биографии, как у яблок. Тут и яблоко раздора, и райские яблочки, и царские, и золотые, и молодильные. Яблоки часто вершат судьбы героев. Нам же ближе всего английская поговорка – «Ешь по яблоку в день и забудь про докторов». Яблоки выводят из организма плохой холестерин, помогают справиться со свободными радикалами и чистят кровь. Это кладезь железа и витамина С. Этот десерт нельзя отнести к категории блюд на скорую руку. Он требует достаточного количества времени и умений. Но результат вы получите просто великолепный. Недаром яблочный штрудель уже давно является классическим шедевром мировой кулинарии. Штрудель. По-немецки означает «вихры» или «водоворот». Сначала так назвали новый десерт австрийские кулинары в XVIII веке. По форме и содержанию штрудель напоминает собой слоеный рулет. Эта выпечка очень популярна в Украине, Молдавии, Венгрии, Германии, Италии, Чехии. Секрет кроется в тесте. Вытянуть его надо так тонко, чтобы сквозь тесто можно было прочитать газету. Корни происхождения этого знаменитого десерта найдены исследователями в Византии. История не сохранила для потомков имени первого кондитера, приготовившего пирог по необычному рецепту. Однако сегодня вариантов выпечки штруделя тысячи. Его готовят как сладким, так и соленым, с мясными, рыбными и овощными начинками. И вначале займемся тестом. 150 граммов муки просеиваем в горку. Обязательно просеиваем, можно два раза. Делаем углубление. Щепотка соли. И одна столовая ложка оливкового масла. Почему оливкового? Можно любого другого растительного масла, но мне нравится вкус оливкового масла. Масло выступает в тесте в двух ипостасях. Как ингредиент теста, который делает тесто более послушным и эластичным. Более того, оно придает тесту слегка слоистую структуру. Как только масло стало хватать муку, добавим воды. Немного теплой воды. Примерно нам понадобится 100 грамм. И начинаем вымешивать. Нам надо получить мягкое тесто. В некоторых рецептах вытяжное тесто добавляется еще и яйцо. Но это больше подходит для более сочных начинок, таких как вишня или ягоды. Кроме того, это тесто будет хуже растягиваться. Вот уже тесто становится мягким. Все ингредиенты соединяются. Достанем из мисочки. Обваляем в муке. И начинаем делать секреты. Обваляли в муке. Разделим тесто на два шарика. И теперь начинаем вымешивать каждый шарик. Еще немного муки. Тесто стало более эластичным. Отставим его. И то же самое второй шарик. Все. Теперь пол столовой ложки оливкового масла. И на этот шарик. Дадим тесту 10 минут отдохнуть. Отдых теста принципиально важен. За это время все ингредиенты соединяются. Мука разбухает. И тесто становится эластичным и пригодным для вытягивания. Время отдыха зависит от температуры теста. Время отдыха зависит от температуры теста. Чем холоднее, тем длительнее отдых. И теперь обминаем руками каждый шарик. И начинаем его вымешивать. Вымешивать надо очень тщательно, чтобы тесто поглотило все масло и не осталось никаких желтых пятнышек. Вымешивая тесто, мы передаем всю нашу добрую энергию и любовь. Поэтому это очень важный процесс. Сейчас обминаем руками. Тесто очень это любит. Сделаем это на столе. Сделаем лепешечку из этого шарика. И раскатываем лепешечку. Не очень тонко. Вкладываю лепешечку. Пол столовой ложки оливкового масла. И занимаюсь вторым шариком. Опять доска, скалка, мука, лепешечка. Раскатываем лепешечку до таких же размеров. Накрываем первую лепешечку второй. Оливковое масло. И отдых 15 минут. И займемся начинкой. У меня яблоки только что сорваны и пахнут осенью. Все очень просто. Пополам. Еще раз пополам. Вынимаем косточки. И режем тонкими ломтиками. Щедро польем соком половину лимона. И следующие ингредиенты. Два печенья савоярди. Растолчем в ступке. Если у вас нет печенья савоярди, вы можете использовать хлебные крошки. Но только обязательно обжарьте их на сливочном масле. Это присыпка. Для сочных начинок я рекомендую все же в штрудель класть присыпку. К тому же она улучшит вкус. Печенье надо растолочь в очень мелкую крошку. Изюм. 80 граммов изюма. Который я предварительно замочила в коньяке. И орехи. 70 граммов орехов. Не обязательно мелкую крошку. Слегка. Теперь 50 граммов сахара и корица на кончике ножа. Все. Начинка готова. И теперь полотенцем рисунком вверх. Мы будем растягивать тесто. И рисунок нам будет позволять видеть, до какой толщины мы его растягиваем. Присыпаем мукой. Еще мука. И тесто. Просунем руки ладонями вниз. И потихоньку от центра начинаем его вытягивать. Делать надо все не спеша. Тесто очень эластичное. Чтобы его не порвать. Теперь выкладываем на полотенце. И уже этот процесс повторяем на полотенце. Получить мы должны четырехугольник. Если вы вдруг случайно порвали тесто, просто залатайте эту дырочку. У хорошо растянутого теста слегка утолщенные края. Их можно либо обрезать, либо растянуть до толщины общего теста. Я их обрежу. Для улучшения вкуса смажем тесто уже растянутое растопленным сливочным маслом. И теперь, внимание! Начинаем укладывать начинку. Вначале присыпка. Яблоки. Яблоки не надо укладывать с узорами. Достаточно, чтобы они были равномерно выложены. Дальше идет изюм, вымоченный в коньяке. Я очень люблю изюм. Сочетание яблок, изюма и корицы просто великолепное. Орехи. Не мелкая крошка. И в самом конце сахар с корицей. Это надо делать непременно в самом конце, чтобы каждый ломтик яблока пропитался этой смесью сахара и корицы. Теперь пол столовой ложки сливочного масла. Нарежем кубиками. И сверху распределим на начинку. И начинаем сворачивать наш штрудель с помощью полотенца. Тесто настолько тонкое, что завернуть руками вы не сможете. Края закрепляем. Можно обрезать сразу, а можно уже после выпекания. Я это сделаю после выпекания. Для того, чтобы моя начинка так и осталась очень сочная. Смазываем противень растопленным сливочным маслом. И укладываем наш штрудель швом вниз. Для этого его так раз перевернем. И вот таким образом. Слегка повернем его по диагонали. Сверху смажем штрудель желтком и молоком. Молоко у меня уже налито. Отделим желток. И слегка взобьем с молоком. Промажем этой смесью наш штрудель. В процессе выпекания, чтобы получить хрустящую коричневую корочку, можно это делать несколько раз. Калорийность такой порции примерно 230 килокалорий. Духовка разогрета 180 градусов и на 35-40 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте это лакомство сахарной пудрой. Самый вкусный штрудель. Это теплый. Подается этот десерт с ванильным соусом или со взбитыми сливками. К слову сказать, в давние времена женихи выбирали себе невест по умению готовить штрудель. Любите друг друга. Это самый простой рецепт счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова